Мир 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 The Light Brigade не первый на моей памяти VR-рогалик с процедурными уровнями. В голову приходит InDeath с похожей концепцией и стрельбой из лука, но признаюсь, при выборе между стрельбой из лука и использованием разнообразного огнестрела я почти всегда выберу огнестрел. Как и в любом рогалике в The Light Brigade нам предстоит понять и изучить мир путем проб, ошибок и неминуемых смертей. Собираем патроны, берем надежную винтовку и отправляемся в портал исследовать потусторонние миры. Каждый из трёх миров погружает вас всё глубже и глубже под землю и разделён на несколько процедурно генерируемых уровней, после прохождения которых вы попадаете на босса, у которого своя, не меняющаяся локация. По пути вам встретятся торговцы, у которых можно купить разные полезные для прохождения предметы. После смерти, а умирать придётся, вы возвращаетесь на базу и прокачиваете персонажа. Это и есть основной цикл игры. Игра немного погружает свой мир сценками после смерти игрока, также можно немного узнать о боссах после их убийства. На данный момент в игре три мира и три босса, но разработчики планируют развивать The Light Brigade после релиза. Так как это рогалик с процедурной генерацией, игра по сути модульная и расширить её не составит больших проблем. Разработчики планируют добавлять новое оружие, разблокируемые классы, магию с заклинаниями, новые биомы и новых врагов. Но вероятнее всего, только в том случае, если игра будет успешной. А для этого у неё всё имеется. При первом появлении в стартовом храме, в месте нашего возрождения и обитания бригады света, нет никого, кроме пары воинов света и матери. Но по мере прохождения в храме будет появляться всё больше и больше людей. У оружейника можно прокачивать класс персонажа очками ранга, заработанными во время рейдов. Каждый параметр можно улучшить до трёх звёзд. Можно прокачать пассивный навык, жизни, дабы увеличить количество возможных возрождений. А также деньги, чтобы увеличить свой стартовый капитал для покупки чего-то у торговца. Торговец Жуд в храме торгует тем, что пригодится вам в путешествии. Гранаты, волшебные палочки, амулеты. Может даже появиться ключ для золотого сундука, к которому у вас будет доступ между мирами. Придётся нести ключ через весь мир и одолеть босса, чтобы им воспользоваться. Пруденс, дама с картами Таро, в отличие от оружейника, прокачивает сразу все классы. У неё можно прокачать максимальное здоровье, количество собираемых денег, сократить время восстановления боевой молитвы, повысить шанс выпадания редкой добычи и уменьшить время восстановления заклинаний. Если говорить о сложности, то я выставил максимальную в настройках и только сделал отображение интерфейса полным. По сложности игра ощущается выше среднего, по крайней мере для меня. Процедурная генерация иногда расставляет мир и врагов так, что становится ещё сложнее. А иногда уровни проходятся легко, но в основном сложность средней или выше средней. Самое то для такой игры. Враги стреляют метко, если лезть на рожон, но при достаточной сноровке и ловкости от пуль можно уворачиваться. А летят они хоть и быстро, но не настолько, чтобы не успевать их заметить. Умереть можно буквально с парой выстрелов. Проработка механик в The Light Brigade радует. Приятное сглаживание рук при удержании оружия. Мне было приятно, впервые взяв оружие, просто пару минут мотылять туда-сюда рукой с пистолетом или винтовкой. Разработчики, к сожалению, редко прорабатывают такие моменты, поэтому каждый раз радуют, когда это реализовано. Перезарядка тоже проработана, можно дёргать затвор и выбрасывать по одному патрону. Отдача при стрельбе плавная и приятная. Оружие не прибито к руке, его можно бросить, держать за цевьё одной рукой, взять в левую руку или вправую. А если выронить оружие, то оно вернётся к вам на плечо или к кобуру. В общем, с механиками поработали хорошо. Только руки не физические и проходят сквозь окружение, но при этом у оружия всё же реализована коллизия. На запястье можно посмотреть статистику, количество оставшихся жизней, количество душ и так далее. Или узнать описание предмета или оружия. Что касается перемещения, то в игре нет бега, есть ходьба и телепорты. Ходьба имеет три разные скорости. Самое быстрое, когда руки свободны. Если взять в руку пистолет или винтовку, то перемещение замедлится. А если взять винтовку двумя руками, то перемещение станет очень медленным. Довольно странное решение настолько сильно замедлять персонажа. То есть вы будете перемещаться очень медленно, даже если ваши руки с винтовкой опущены. Из-за этого всё время приходится отпускать оружие или вообще его убирать, чтобы просто двигаться быстрее. Также из-за отсутствия бега приходится быстро телепортироваться по локации после её зачистки в поисках пропущенных сундуков и шкатулок. Или если нужно быстро убежать. Например, бывает, что у входа на локацию вас уже ждут враги, и вам ничего не остаётся, кроме как убежать от них куда-то вперёд и найти укрытие. Ну и телепорт используется для перепрыгивания между обрывами и для запрыгивания в труднодоступные места. Разновидностей врагов в The Light Brigade предостаточно. Обычные солдаты с винтовками и автоматами, солдаты со щитом или гранатами, лучники, маги. Они могут иметь разный уровень и иметь броню. Маги могут воскресить убитого противника, так что расправляться с ними желательно в первую очередь. Встречаются и солдаты с орлом Камикадзе на плече, который заметив летит в тебя и взрывается. Также попадаются крысы, волки и какая-то огромная тварь, пускающая лазер из головы, и которая может появиться где-то на локации или встретить вас в конце уровня, эпично выйдя из прохода на следующий уровень. Враги высоких уровней имеют по несколько полосок хп, которые нужно выбивать по очереди. Таким же образом устроены жизни боссов, только количество здоровья у них ещё больше. Как говорилось ранее, сейчас в игре всего 3 босса. Они не очень сложные, но каждому нужен свой подход. У них имеется небольшой набор атак, поняв который вам не составит труда одержать победу. У игрока есть 6 классов персонажа, отличающихся набором вооружения и пассивными перками. Выбираются классы на базе. Для того, чтобы получить доступ к новому классу, нужно прокачать предыдущий класс до определённого ранга. Итак, что это за классы? Стрелок, самый первый класс, имеет в арсенале самозарядный карабин и пистолет. Из пассивных навыков у него имеется бонусный урон в голову. Класс Скаут уже имеет вооружение автомата пистолет, волшебную палочку с силовым полем и дополнительный урон при критическом попадании по врагу. У пистольера с собой два пистолета и возможность быстро перезаряжать их. Когда вы расстреляли все патроны, выбрасывайте магазины и чтобы вставить новый, нужно просто поднести оружие к карману с патронами. Волшебная палочка у него с солнечным ударом и пассивный перк – фантомный выстрел. Играя с этим классом, всё время хочется ворваться в толпу врагов и быстро всех убить, но попадать получается только правой рукой, а левой в основном стреляешь в молоко, но кайфа от этого меньше не становится. Штурмовик – это один из моих любимых классов. Из вооружения у него с собой автомат, пистолет и волшебная палочка с солнечным ударом. Пассивный же перк на дополнительное здоровье. Этот класс мне показался самым простым для прохождения. Благодаря автоматической стрельбе и хорошему урону враги отлетают на раз-два. У ополченца – самозарядный карабин и пистолет, а пассивный навык – раритетная добыча. Последний же класс – это снайпер. Как мне показалось, самый сложный и неудобный класс. Основное его оружие – винтовка с пассивным бонусом в виде повышенного общего урона. Сложнее же он тем, что после каждого выстрела нужно передёргивать затвор, что крайне снижает вашу скорострельность и ко всему требует от игрока высокой точности стрельбы, потому что только выстрел в голову убивает с первого попадания. Более того, передёргивание затвора и хватание за рукоять сделано на кнопку гриппа, а зона хватания у этих мест находится очень близко, поэтому в полубое вместо затвора часто хватаешь за рукоять, что вызывает дополнительное раздражение. Хотя учитывая, что кармашек с патронами находится слева, возможно разработчики хотели, чтобы мы передёргивали затвор левой рукой. При таком способе не будет возникать проблем с хватанием рукояти, но это не совсем классический тип передёргивания затвора и мне так было непривычно. В зависимости от типа волшебной палочки, ей можно как запускать сферы, которые наносят урон противнику, так и создавать некое поле перед собой, стреляя через которое многократно увеличивается урон от снарядов. У палочки есть запас энергии, который хватает на несколько применений и которая восстанавливается со временем. Помимо светошумовых и осколочных гранат, в игре есть приманки, которые переключают внимание врагов на себя и становятся главной их целью для атак. Иногда очень полезная штука, один раз благодаря ей я прошёл финального босса. Во время путешествия, проверяя сундуки и шкатулки, можно найти улучшения для вашего оружия, карты Тара и деньги для покупки вещей у торговцев. В светящихся сундуках в основном выпадают по три карты Тара с разными улучшениями, например, шанс оглушить следующего врага при убийстве, бонусный магический урон при попадании, задержки прицеливания врагов и так далее. После выбора нужной карты она начинает вращаться у вас на запястье левой руки. Сундуки попадаются почти на каждом уровне, поэтому через время у вас на руке будет половина колоды. Во время прохождения встречаются и живые люди NPC, которые будут сражаться с врагами, а после могут просить у вас какой-то предмет, например, патроны или аптечку, или наоборот поделятся чем-то с вами. Еще в игре есть мультиплеер в виде передачи предметов между игроками, например, встретив NPC и отдав ему что-то, что он просит. Другой случайный игрок может найти предмет, который вы передали. Также можно пожертвовать ненужные предметы в специальном месте, которое встречается на локациях или у торговца между мирами. Так как это игра про борьбу света с тьмой, вам придется много молиться. Нет, вам не потребуется учить цитаты из Библии. Для молитвы вам достаточно свести руки друг с другом и удержать пару секунд. Молитва не только отпускает души умерших, открывает проходы и подтверждает какой-то выбор. Молитва также может быть и боевой. Боевая молитва помечает врагов на локации и показывает местоположение сундука с картами Тара. Молиться можно просто сложив ладони или же скрестив пальцы, нажав кнопки контроллеров и после сложив руки. Разные позы ни на что не влияют и введены скорее всего просто для разнообразия. Либо применение им ведут в будущих обновлениях. В The Light Brigade отличный визуал. Он мультяшный, угловатый, но за счет стиля игра выглядит красиво. Это в большей степени касается первого мира и начальных уровней второго. Остальные локации выглядят более просто и не так интересно, будто над ними работали уже не так тщательно, как над предыдущими. Игра имеет огромный набор параметров комфорта, от настроек сложности до управления. Каждый игрок может настроить все под себя. The Light Brigade мне понравилась. Она стильная, с выверенным геймплеем и с хорошо отточенными механиками. Я провел в ней около 8 часов, чтобы открыть все классы. Пару раз прошел до конца. В целом претензий у меня не так много. Из основных я бы сказал, что мне не хватает больше раскрытия лора. Хочется больше узнать про этот мир. Рассказывать про мир нам пытаются какими-то размытыми фразочками после смерти. Но этого мало. Надеюсь, что в будущих обновлениях разработчики напишут больше реплик для встречаемых нами персонажей. И сильно погрузят нас в этот загадочный мир. К визуалу тоже можно придраться. Он немного проседает во втором и третьем мире. Но это все мелочи. Ведь сам геймплей у игры отличный. А процедурная генерация создает разнообразные уровни каждый раз. Это хороший качественный продукт и я на все 100 могу его рекомендовать. Игра доступна для ПК VR в стиме, для MetaQuest 2 и для PSVR 2. Обзор делался на основе ПК-версии в стиме. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравился этот обзор. Ставьте палец вверх, если это так. Палец вниз, если вам не понравился. Подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, что вы думаете об игре The Light Brigade. Увидимся с вами в виртуальной реальности.